Яблановский мост. Через это узкое горло ежедневно в часы пик пытаются протиснуться около 30 тысяч автомобилей, при том, что пропускная способность всего 10 тысяч. Этот мост – одна из главных транспортных артерий, которая соединяет два региона – Краснодарский край и Республику Адыгея. К тому же, это дорога к портам региона. Направление стратегическое. Мост построили еще больше полувека назад. Нуждается не просто в реконструкции. Решение о строительстве фактически новой переправы через реку Кубань власти региона приняли несколько лет назад. Сегодня уже на месте губернатор и руководители краевых ведомств обсуждают детали строительства с министром транспорта страны. Начало строительства у нас 14-й год. До 1 мая мы получим, ну, я думаю, до апреля получим экспертизу. И в мае, в июне приступим к строительству моста. Плюс мы должны к сентябрю месяцу закончить проектирование второй очереди развязки, пройти ее до конца года экспертизу, чтобы уже полностью развязать этот узел. Строительство новых мостовых переходов – это приоритет наших планов. Поэтому я думаю, что здесь они совпадают с планами министерства развития федеральных дорог. И, конечно, мы будем стараться оказать вам всяческую помощь для реализации этого проекта с целью его ускорения и консолидации наших усилий, в том числе и финансов. Мост длиной в 500 метров обойдется бюджету в 3,5 миллиарда рублей. Еще 2 миллиарда потратят на строительство развязки. Так постепенно город будут избавлять от автомобильных пробок. Но это лишь малая часть того, что ждет Краснодар. Новые мосты, дорожные развязки на основных магистралях в ближайших планах. И федеральный центр готов финансировать развитие транспортной инфраструктуры Краснодара. Мы реализуем вместе с вами мегапроект Сочи-Олимпиада. И весь ресурс, все технологии, науки, которые мы прибыли в Сочи, мы перемещаем уже на другие территории края. Большие и мало города, и в частности, конечно, Краснодар, который задыхается в виде сегодня и в пробках, и небольшие аномалии в природе, или дождь, или снег. Конечно, ситуация катастрофическая, особенно въезде, выезде из города. И нам нужно будет построить ряд серьезных развязок, эстакад, которые, безусловно, решат транспортную проблему в городе, в миллионнике. Ну и, конечно, дорожная сеть по краю одна из самых высоких, самых мощных в стране. Относительно, она в неплохом состоянии находится по сравнению с другими территориями, но мы прекрасно понимаем, что нам еще далеко до европейского качества, и, конечно, к этому мы должны стремиться. Но без поддержки федерального центра, конечно, мы не решим ключевые стратегические вопросы. И здесь мы рассчитываем, безусловно, на помощь правительства и Министерства транспорта. Особенно сложная ситуация в Краснодаре на участках с кольцевым движением. Это касается пересечения Старокубанской улицы и Ставропольской, Красных партизан и Тургенева. Новые транспортные развязки должны разгрузить эти районы от пробок. Особое внимание федерального центра к воздушным воротам края. В аэропорту Краснодара уже идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, а в перспективе построят новый аэровокзальный комплекс. Краснодарский аэропорт станет запасным на время Олимпиады в Сочи. Конечно, мы понимаем, что это один из крупнейших наших сегодня региональных аэропортов, который динамично развивается. Пассажирный поток растет на десятки процентов в год. И в следующем году мы запланировали в бюджете Минтранса более двух миллиардов на завершение работ по реконструкции аэродрома. И это, конечно, позволит дать совсем иное качество обслуживанию пассажиров на земле, ну и открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития терминального комплекса. Другой дорогостоящий проект, который Краснодару будет сложно реализовать без помощи федерального центра – Краснодарский транзит. О нем заговорили еще шесть лет назад. Он предусматривает демонтаж основного железнодорожного пути Тимошевского направления. На его месте планируется строительство ветки скоростного трамвая и автомагистрали протяженности около 18 километров. Пока же железная дорога существенно тормозит потоки машин, пробки на переездах, загруженные путепроводы. А Краснодарский транзит должен стать ключевым для раскрытия узких мест, в том числе и подходов к портам Новороссийска и Тамани. Есть и такое было решение о переносе железной дороги из центральной части города в объезд города по Тихорецкому направлению. Собственно, это от станции «Витаминкомбинат» и в обход города, центральной части города, также приходит на железнодорожную станцию «Краснодар-1». Это 12 километров второго пути к действующему. Таким образом, наша транспортная, самая большая дорожная проблема в городе решается. Еще один дорожный проект, который сегодня обсуждали с главой Минтранса страны – развитие подъездных путей к городу Спорта на северо-западной окраине Краснодара. Уже функционирует ледовая арена, каждый день здесь проходят тренировки. Трудно добраться из центра перед матчами в баскет-холл. А строительство нового футбольного стадиона на 45 тысяч мест, макет которого показали Соколову, усложнит и без того непростую ситуацию с пробками. Как желатой полос такой. Подсолну, кровать. И все эти металлические конструкции – это солнцезащитные элементы. Город Спорта – это пока географическая окраина Краснодара. Но как только все спортивные объекты будут построены, он станет центром спортивной жизни всего региона. У дорожников края уже проработан план развития. У улицы Дзержинского появится так необходимый и дублер. А в районе баскет-холла построят развязку. Все это станет частью западного обхода. Обездная дорога, традиционные потоки вывести за черту города. А значит, и внутри города мы развозим очень значительным образом все потоки, сними пробки и так далее. Фактически новая олимпийская деревня. Новый олимпийский проект. По количеству автомобилей Краснодар сегодня входит в пятерку российских городов. Только по официальным данным в городе зарегистрировано 400 тысяч машин. Еще около 200 тысяч ежедневно въезжают из других районов. И первый антирекорд автомобилисты уже побили. В этом году в столице края впервые зафиксировали десятибальные пробки. Откладывать решения транспортных вопросов больше нельзя. В этом регион поддерживает и федеральный центр. 2014 год должен стать в Краснодаре годом начала большого дорожного строительства.